А вообще, как древние поступали? Ну, вот как они клали мозаику? Помпеи. Вот помпеи. Раскопали помпеи. А там бордищи сплошные. Город-курод. Люди приезжали чисто оттянуться. Блэк-джек со шлюхами, как говорится. Да. Так вот, в бордищах прайс-листы выложены мозаикой. Такая-то, такая-то, столько-то динариев, да? Такая-то, такая-то, столько-то, тут радар. Да. Вот. Потом эротические сцены в бассейнах. Да. Все мозаика выложена. Девять тысячи лет. Да. Все держится, ничего не отвалилось. Ну что же, Женечка, это такое? Я думаю, они не на Белфи склеили. Да. Конечно, они расстроились, что у них нет Юниса или Кнауфа. Угу. Я думаю, они все-таки клеили на какой-то известковый обычный раствор. И все нормально держалось. И бассейны были наполнены водой с девками вперемешку. И ничего никогда не... Наклеены. Да. И не было спец там... А, да-да-да. И сейчас надо добавлять. Совсем забыл. Надо добавлять жидкое стекло, иначе все отвалится. Они не знали, что такое жидкое стекло. Они просто тупо клали. Видимо, она из лескового раствует. Все нормально. Ну, потом, конечно, настала разница. Вот, время извержения. Но, тем не менее. Пожалуйста. Женечка, пожалуйста. Кто желает, может нагуглить помпеи, вот, мозаики. И он увидит эти прекрасные стены облицованные. На виллах, в общественных банях, термах, по-ихнему. Вот. И в публичных домах. Все удерживается, ничего не отворилось. Женечка, на страну ванну надо же клеить на ЮНИС бассейн. Конечно. Обязательно. Потому что, если мы хотим ванну выкладывать мозаикой, на обычный клей, ты же понимаешь, это нельзя. Иначе все отвалится. Ну, надо же. Нам практически хватило. Ух ты. Ура. Такая аппетитная колбаска. Есть нельзя. А кто? Ну-ка. Сейчас он немножко прихватится, минут 20. И тогда можно двигать уже четко. Иначе она плывет. Вот плывет. Плывет мощно. Плывет, плывет. А то она отмазает. И треснет. Они сказали, что можно клава. И будет плыть. Мне тогда все руководится. Все это? Я смеялся. Сказки. Ни фига нам не хватает. Чего не хватает, Женечка? Две это много. Серьезно? Две много? Да. Как интересно. Так антично получилось. Женя, расскажи мне, почему проем стал еще глубже, красивее. За счет этой магайки. Ну, это обман зрения. Да. Он уже был намного меньше. Очень намного. Добавляем, потом промежутки прочистим, когда плыточка встанет. Мазайник встанет. Клей подсохнет чуть-чуть. И она не будет такая живая. Сейчас она уже в таком состоянии, что можно... Прошло около 20 минут. Вот. И ее можно уже немножечко двигать. И она остается на том месте, которую ее подвигает. Она не сижает обратно. Уголки еще надо как-то будет обыграть. Да. Я даже не знаю, как. Что-нибудь сюда. Мазайнику отрезать вот так вот уголочком и приложить. Да. Ну, это такое все. А может быть затирочка уже лучше. Может затирка ляжет. Я ничего не знаю. Уже все очень красиво. Пускай крятненько еще. Ну, Катеринька. Слив. Ну да, здесь это нельзя. Все мировое место. Потом надо прочистить все это. Шой, да? Для затирки. Ветер там ездит. Все у меня в Москве ветрено. Жарко. Жарко, ведь? Ветер горячий. Духта. Людей на улице. Так что, если у вас после замены конденсатора системы клана 265-го моторе, останется конденсатор, вот, не выбрасывайте его. Получится прекрасный водяной конденсатор для дома. У нас такого работают уже 6 лет. Не ходи за что. Ну, только нас и спасает жару. От какого мотора? 275-го кузова, да? Может, садится? Нет. Никуда. А, двигай. Ну, где можно куда ходишь. Да. На 220-м. А, 215-м. Ну, да, 215-м. На 220-м? Ну, будет 220-м с такими моторами. Еще немножко дышит. Ну, уже. Уже даже немножечко помыли. Ну, вот. Такая античная красота. Где тут так? Римская. Римская купила. Как роскошно стало выглядеть окно. Неожиданно роскошно, да? Ты посмотри. Вот такая красота. Ах, ну, можно. Ну, давай, я же где-то. Ой, я же где-то. Продолжение следует...